Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Старость нужно уважать. Эта мысль большинству известна с детских лет. Вот все эти частных пансионатов гармонии, ее берут за основу. Заботиться о пожилых людях, следить за их самочувствием, поддерживать, вселять в них надежду, заряжать бодростью и возвращать вкус к жизни еженедельный функционал сотрудников пансионата. Директор гармонии Ольга Кондрашова уверена, работая с пожилыми людьми, нужно постоянно держать свое сердце открытым. Вот как вы поняли, именно она сегодня гость в студии. Ольга Александровна, здравствуйте. Добрый день. Ну что же, 1 октября, день пожилого человека, а я хочу у вас спросить, что этот день значит лично для вас, как вы его проводите, ну и, конечно, наверное, уже какие-то традиции сложились. Я хочу обратить внимание на то, что этот праздник введен в календарь совершенно не случайно. Это возможность лишний раз нам вспомнить про пожилых, лишний раз помочь пожилым, лишний раз поговорить о проблемах и вопросах, которые волнуют пожилых. Поэтому давайте 1 октября мы уделим чуть больше внимания всем пожилым людям, чем обычно. Если говорить о том, что это для пансионата гармонии, то для нас это лишний повод устроить праздник. И мы эти торжества, посвященные Дню пожилого человека, осуществляем не один день, а целый месяц. У нас проходят различные мероприятия, концерты, онлайн-трансляции поздравительные, застолья, естественно. И как в любой большой семье и в нашей большой гармоничной семье есть свои традиции. Ежегодно, ко Дню пожилого человека, вот уже в пятый раз мы проводим профессиональную фотосессию. Мы устраиваем огромное действие, где фотографируем всех наших пожилых людей. И к 1 октября мы вручаем каждому персональный его портрет на память. Это такая добрая и, в общем-то, веселая традиция. И каждый раз, даже для тех, для кого уже эта фотосессия проходит не в первый год, это вызывает просто бурю эмоций. А наша задача, чтобы человек испытывал весь спектр эмоций, несмотря на свой возраст. За 4 года работы, скажите, пожалуйста, много ли в системе вообще поменялось? Что сейчас представляет из себя пансионат Гармония? И скажите мне, пожалуйста, чем принципиально вы отличаетесь от других пансионатов? Вы знаете, откровенно можно сказать, что за 4 года мы стали намного опытнее. То есть мы уже такие матерые, умелые, такая мощная команда. И за все это время мы научились делать то, что не могут делать другие пансионаты. Во-первых, мы превратились из пансионата для пожилых в пансионат для пожилых и нуждающихся в уходе. Потому что нашими услугами пользуются люди различного возраста. И вот сейчас, на сегодняшний день, возраст наших постояльцев от 34 до 98 лет. Мы в состоянии справляться с различными заболеваниями. И то, что мы принимаем, пожалуй, самых тяжелых больных, пожилых или непожилых, это тоже наша особенность. То есть мы наработали уже такой опыт, когда можем оказать социальные услуги человеку, пожалуй, после любого перенесенного заболевания или травмы. Ну вот каждая все-таки вторая семья сталкивается с ситуацией, когда родные вдруг начинают нуждаться в постоянном присмотре. И тогда все-таки возникает проблема уйти с работы или пригласить сиделку, прибегнуть к услугам пансионата. Вот скажите, пожалуйста, какой все-таки комфортный вариант с двух сторон? И вот сейчас мы видим кадры, как раз как у вас внутри все это происходит. На самом деле нужно понимать и помнить про то, что основная проблема пожилых людей – это одиночество. Это тотальное одиночество. И еще вот эти вот коронавирусные ограничения, они еще больше замыкают пожилых людей в четырех стенах. И основная идея нашего пансионата как раз социум. То есть человек – существо социальное. И пока человек жив, он должен общаться непременно. И порой даже если пожилой человек живет с детьми, что в наше время бывает довольно редко, он все равно остается одиноким. У него другие интересы, у него другой ритм жизни. Он уже не может сам себя организовать, увлечь какими-то хобби, занятиями. И вот это вот тотальное одиночество, оно ведь приводит к депрессии, к нарушению режима дня, в конечном итоге к развитию деменции. Американскими учеными уже доказано, что одиночество на 40% увеличивает шанс развития деменции, то есть возрастных нарушений. Поэтому жизнь в пансионате, она порой человеку пожилому интереснее и нужнее. Безусловно, это должно быть только по личному желанию. Но мы целый день посвящаем себя исключительно нашим постояльцам. То есть это и соблюдение режима дня, и прогулки, и занятия, и беседы, и концерты. Еженедельно у нас проходят концерты. И, разумеется, это социум. То есть пожилые имеют возможность общаться и испытывать весь спектр эмоций. Скажите, а они общаются? Они у вас там не замыкаются в себе в своих каких-то проблемах? А вот это и есть наша работа. Конечно, пожилым тяжелее себя организовать, но мы помогаем. И мы формируем некие кружки по интересам, мы формируем некие комнаты по профессиональной деятельности даже, понимаете? И стараемся их чем-то занимать. Более того, у нас есть специально обученные люди, которые занимаются реализацией вот этой программы по сохранению памяти и предотвращению возрастных нарушений, которые именно профессионально транслируют различные виды деятельности. И, ну, такого, чтобы кто-то у нас не откликнулся, но такого нет. Да, сегодня, допустим, человек хочет побыть один в своей комнате, но завтра он непременно присоединится. Или, ну, мы сделаем все, чтобы помочь ему раскрыть себя. Это и музыка, это и концерты, и прогулки, поэтому нам это удается. Вы сказали фразу старческая деменция. Вот для некоторых родственников все равно это звучит как приговор. Вот какую помощь можно получить в пансионате гармония тогда, когда, казалось, выхода уже нет? Ну, на самом деле, выход есть всегда. И вот эти вот возрастные нарушения, которые постигают, в общем-то, многих, их не стоит бояться, мы все постареем. И к этому нужно относиться, в общем-то, спокойно, довольно спокойно. И вовремя суметь заметить изменения в своем близком. То есть изменение настроения, изменение характера, забывчивость, раздражительность, плохой сон – это то, что должно насторожить. И должно вовремя привести к тому, чтобы был приглашен врач, невролог или психотерапевт, и помог в решении этого вопроса. Мы работаем с людьми, которые с деменцией, с болезнью Альцгеймера или с прочими возрастными нарушениями. И здесь нам на помощь приходят, конечно, либо медики, которые консультируют и назначают положенное лечение. И приходит на помощь вот эта наша реализуемая программа по сохранению памяти и предотвращению возрастных нарушений. Этот процесс необратимый, да, то есть возрастные нарушения, старческое слабоумие, так скажем, но замедлить его течение можно. И здесь опять же на первый план выходит социум, потому что в четырех стенах, как известно, человек просто дуреет. Это касается любого человека в любом возрасте, а в пожилом тем более. Человек замыкается, человек уходит в депрессию, в апатию, совершенно портится весь его режим дня, он забывает принимать препараты или умышленно отказывается это делать. Вот для того, чтобы это не происходило, человек должен находиться под круглосуточным присмотром. И здесь пансионат тоже выходит таким большим помощником, потому что не всегда сиделка в состоянии это сделать, не всегда сиделка найдет общий язык с постоялью. У сиделки могут случиться какие-то личные обстоятельства, по которым она может не выйти на работу. А у нас большой штат персонала, и у нас любой человек находится под пристальным вниманием. Вот, кстати, какими качествами обладает ваш персонал, чтобы выстраивать вот такие успешные взаимодействия, как с вашими постояльцами, так и, конечно же, с их родственниками, потому что работы-то у вас очень-очень много. Знаете, на самом деле, любая сестра милосердия, которая к нам устраивается на работу, ну или сиделка, она проходит у нас обучение. Независимо от того, есть ли у нее опыт работы, какое у нее образование, стаж, она будет проходить обучение нашим стандартам работы и нашим требованиям. Только после того, когда мы поймем, что человек может выйти уже в свободное плавание, мы выпускаем уже в смену. Но, во-первых, в пансионате проще организовать контроль. Вот дома пожилой человек остается один на один с сиделкой. Ну не повесишь же ты камеры, да? Хотя, может быть, такое тоже бывает. Ну, а у нас устроена многоступенчатая система контроля. То есть над сиделками стоит старшая сиделка, над старший администратор, над администратором управляющим, над управляющим директором. Плюс у нас тоже установлена камера. Ну, конечно, не в личных комнатах, но в коридорах, везде. То есть мы оперативно это контролируем и принимаем решения. Любой персонал проходит, безусловно, тщательный отбор, и мы строго следим за тем, чтобы человек был добрым. Вот научить мы можем всему, как ухаживать, как обращаться и так далее, как делать какие-то санитарно-гигиенические мероприятия. Но доброте обучить невозможно. Поэтому работать у нас остаются только те, кто искренне, совершенно любит пожилых и кто искренне любит свою работу. Потому что, конечно, для каждого из нас в пансионате гармонии это больше, чем работа. Вот как бы это пафосно ни звучало, это так. То есть это больше, чем просто деньги. Для нас это возможность каждый день делать еще и доброе дело. Именно поэтому остаются работать только те, кто испытывает удовольствие от своей работы. И нас часто спрашивают, а чем же вы заряжаетесь, где вы силы берете? Вы знаете, мы вот заряжаемся от пожилых, от их искреннего чистого взгляда, от их объятий, от их признания, от их пожатия руки. Вот мы то добро, которое транслируем, мы его получаем обратно на самом деле, с лихвой. И вот это дает нам силы в работе. Ольга Александровна, а можете ли вспомнить какой-то сложный случай из практики, когда вот именно ваш опыт и ваш подход помогли адаптироваться в гармонии после каких-то сложных жизненных ситуаций? Ну, поскольку мы работаем с людьми, и каждый человек это определенная история, судьба, то можно сказать, что каждый случай он сложный. Потому что мы должны человека понять, мы должны его принять, мы должны его узнать. Но на самом деле, поскольку у нас очень много постояльцев и большой опыт работы, то есть за время нашей работы мы оказали услуги свыше тысячи людям, поэтому у нас столько накопилось истории и впечатлений. Ну, вы знаете, нас очень впечатляют, конечно, истории, когда дети, например, забирают папу домой, и он дожидается только вечера и говорит, ну все, я погостил, а теперь поеду домой к себе. Имея в виду пансионат гармонии. Да, имея в виду пансионат, потому что на самом деле пожилые довольно консервативны. И там, где им хорошо, там, где они уже привыкли к знакомой обстановке, к знакомому распорядку дня, к знакомым лицам, им там комфортнее на самом деле. И вот такие истории нас очень впечатляют. Когда приходят навестить родственники, например, маму, мама пообщалась, говорит, все, извини, у меня обед, я пошла. И вот эта вот атмосфера, что это у нас дом, она нас очень, конечно, радует. Более того, у нас всегда такая непринужденная и домашняя атмосфера в том плане, что нас много. У нас постоянно у кого-то день рождения, постоянно у кого-то рождаются внуки и так далее. Вот сейчас карантин привнес в нашу жизнь скайп-сеансы, и мы имеем возможность общаться буквально всей гармонией с каждой семьей. То есть мы понимаем, кто где живет, кто как проводит время. И это так здорово, то есть это получается постоянная экскурсия, это постоянное расширение круга знакомств. То есть наша семья – это уже не просто гармония, которая находится внутри пансионата, а наша семья – это уже весь мир, не побоюсь этого слова, потому что, конечно, у нас есть много тех пожилых, у кого родственники в других городах, в других странах. И вот эти современные технологии дают ощущение, что мы все вместе. Ольга Александровна, как к вам попасть? Рекомендует ли ваш пансионат? И можно ли устроить пожилого человека, ну, к примеру, на три дня? Есть такая возможность? На сегодня мы очень известны, конечно, в Самаре. Нас очень много людей знает, мы этим очень гордимся. И больше всего, конечно, работает сарафанное радио, то есть нам звонят уже знакомые знакомых и так далее. И мы этому очень рады. Даже вот сейчас тот период, когда к нам можно попасть только по предварительной записи. Да, придется несколько дней подождать. На три дня, вы знаете как? Во-первых, мы не рекомендуем вот такой короткий заезд. Почему? Потому что у любого человека 3-5 дней идет адаптация. Это новые стены, это новые люди, новая обстановка и так далее. То есть это, ну, все-таки такая несколько дискомфортная ситуация. Поэтому человеку 3-5 дней нужно на то, чтобы он адаптировался, чтобы он к нам привык, нам доверил иногда самые какие-то интимные моменты. Но более того, сейчас вот еще и в связи с этой инфекционной атмосферой, да, конечно, мы рекомендуем заезды от 7-10 дней и с минимальным отлучением из пансионата. Потому что у нас до сих пор действует карантинное ограничение. Но эта мера совершенно оправданная. На первом месте для нас и было, и есть жизнь, здоровье наших постояльцев. Но, к счастью, все родственники относятся с пониманием. Поэтому мы как-то выходим из этой ситуации. Видеться можно на улице, можно видеться с соблюдением социальной дистанции. Вот внутрь мы по-прежнему никого не пускаем. Поэтому вот три дня, наверное, это не тот период, на который нужно заезжать. Я, конечно, понимаю, что сейчас в данной ПИД-обстановке гарантии не надо никаких давать и не стоит этого делать. Но, тем не менее, все равно максимально пожилой человек, защищен, находящийся у вас, я имею в виду, а вот этих вирусов и болезней, которые сейчас прогрессируют. Вы знаете, конечно, у нас весь персонал вакцинирован. Это первый момент. Второй момент – это то, что у нас и многие постояльцы вакцинированные. Да, во-первых, к нам постоянно приезжают врачи, вакцинируют тех, кто согласен на вакцинацию. Многие приезжают уже вакцинированные. Поэтому я надеюсь, что вот такими с соблюдением всех мер безопасности мы, в общем-то, будем жить спокойно и дальше. Достаточно откровенный следующий вопрос. Вопрос. Бытует мнение, что все-таки частные пансионаты – это очень дорогое удовольствие. Позволить его могут себе только состоятельные люди. Вот я думаю, что нашим уважаемым телезрителям будет любопытно, что, во-первых, входит в услуги пансионата, сколько это стоит. И вообще, вполне ли может себе позволить это подтянуть, ну, скажем, средняя семья? Ну, начнем с того, что понятие дорого или дешево, да, это все довольно относительно. Я объясню, из чего складывается цена на наши услуги. Это, безусловно, стоимость аренды здания. Мы же арендуем здания совершенно на общих основаниях. Что мы социальные предприятия, что нет. То есть это стоимость аренды здания. Это стоимость услуг персонала. Как я говорила, у нас очень много персонала. Он весь высококачественный персонал. Поэтому они, безусловно, получают достойную заработную плату. Мы не экономим на питании. То есть у нас шестиразовое питание сбалансированное, правильное, и с овощами, и с фруктами, и с мясом, и с рыбой. Поэтому это тоже все входит в цену. Поэтому вот возможности для понижения цены, их не так много. И на самом деле любой социальный бизнес, это низкомаржинальный бизнес. И наш в том числе. Мы стараемся не повышать цену. То есть и стараемся, ну, хотя бы это делать не чаще, чем раз в полтора года. И в среднем стоимость содержания для пожилого человека колеблется от 1200 до 1800 рублей в сутки. Мы умышленно это делаем дешевле, чем содержание персональной сиделки. Стоимость сиделки сегодня от 2500 рублей в сутки. Услуги пансионата от 1200 до 1800 рублей в сутки. Кроме того, с 2021 года пансионат «Гармония» субсидируется государством. То есть у нас есть те места, на которые можно попасть и проживать за счет 75% от доходов пожилого человека. Ну, то есть, условно говоря, от его пенсии. Для этого любой желающий должен обратиться в Центр социального обслуживания, получить индивидуальную программу получения социальных услуг и записаться к нам на очередь. То есть у нас таких мест шесть, которые субсидируются государством. Пока шесть. Пока они все заняты, но... Время идет, возможности есть. Да, поэтому варианты различные есть. И, ну, здесь, конечно, вот каждый принимает решение сам. Сейчас, конечно, в век информационных технологий, интернета, можно узнать. Но, тем не менее, я хочу сейчас, чтобы вы озвучивали, где и как вас можно найти. Работает ли сайт, насколько он информативен. И мы же позиционируем вас как сеть. Пансионат – это значит не одно учреждение. Поэтому расскажите вот какие-то такие орг-моменты. Если вот сейчас есть такая необходимость устроить пожилого человека, что в первую очередь нужно сделать, Ольга Александровна? В первую очередь нужно, конечно, нам сделать звонок по телефону 922-9112. У нас есть сайт гармония-самара.рф. Там тоже есть вся информация. Находимся мы в двух корпусах. Один на 9-й малой просеке 70, второй по улице Алма-Атинской, вторая линия 40. Общая вместимость у нас 120 человек. Поэтому размещаем мы, честно говоря, из наличия места или в тот или в другой корпус. Если есть свободный и там, и там, то учитываем пожелания близких. Поэтому для начала нужно позвонить, и мы все расскажем подробно. Хорошо. Давайте мы еще поговорим о вашей команде. Вот все-таки формируя команду специалистов, вы, как уже сами сказали, хотите привлечь лучших из них. Вот как вам это удается, и возможно ли на сегодняшний день у вас есть открытые вакансии? И вот, кстати, люди, которые к вам приходят, они задерживаются или чаще всего уходят? Вы знаете, у нас, конечно, постоянный косяк. И есть люди, которые работают прямо с момента открытия пансионата. Да, мы очень гордимся этим. Особо ценные работники, да? У нас существует, честно говоря, определенная программа лояльности. То есть чем больше человек отработал в пансионате, тем больше и премии он получает, тем больше у него доплаты идут. Да, потому что у нас, помимо постоянной части, есть еще и премиальная система, что тоже является таким мотивирующим фактором для избежания текучести кадров. Но периодически у нас появляются вакансии, в том числе есть у нас вакансии сестер милосердия и сейчас. Ну, это связано с различными факторами. Меняются личные обстоятельства. Более того, весь наш штат – это же женщины, которые могут выйти замуж, выйти в декретный отпуск, переехать и так далее. Поэтому на сегодняшний день у нас есть несколько вакансий сестер милосердия. К нам можно обратиться, мы протестируем, проведем собеседование и, возможно, кто-то получит работу мечты. Ольга Александровна, давайте поговорим вообще об отношении общества к пансионатам. Вот я знаю, что вы очень ведете активный образ жизни, много ездите в командировки, общаетесь со своими коллегами, набираетесь опыта в этой сфере. Вот у нас в Самаре какое сложилось отношение и, возможно, в других регионах какие отзывы вы слышали? Ну, у нас, начнем с того, что не только в Самаре, во всей России неоднозначное отношение к пансионатам, согласитесь. Возможно, это некий шлейф такого советского наследия, когда действительно пансионаты представляли, ну, не то, чтобы мы хотели, чтобы это было. Более того, раньше вот эта вот такая гигантомания, она сказывалась и на том, что все пансионаты-то были огромные, вместимостью 300 мест, 400. И в больших пансионатах очень сложно сохранить такую домашнюю атмосферу и индивидуальный подход. Я ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого про государственные пансионаты, но вот этот вот индивидуальный подход и душевность, наверное, проще сохранить в небольшом пансионате. И еще один факт заключается в том, что мы ведь боимся порой не столько пансионатов, сколько самого явления старости. Мы не хотим об этом думать, мы не хотим принимать, что наша мама или папа постарел, болеет каким-то неизлечим заболеванием, в общем-то, ну, доставляет довольно много хлопот и проблем. И вот это, скорее всего, нас и пугает. Но на сегодня, к счастью, отношение общества меняется к пансионатам. Нам в Самаре, наверное, еще и проще, потому что нас уже все знают и все понимают, что нам можно доверять. Более того, мы совершенно открыты, нас можно увидеть, про нас можно услышать, и нам совершенно нечего скрывать. Плюс мы являемся гарантирующим поставщиком социальных услуг, то есть мы совершенно легальная, открытая, официальная организация. Мы участники многих конкурсов. У нас есть благодарственные письма Министерства экономического развития Самарской области. То есть мы вот такое имеем большое признание, чем очень гордимся. Поэтому не стоит бояться пансионатов. Ведь помимо одиночества дома пожилого, очень часто пожилые люди нуждаются в круглосуточном присмотре. В круглосуточном. А для этого нужно время, для этого нужна квалификация, специальное оборудование и навык. Вы знаете, вот, к счастью, уже и в России чиновники это понимают, что человек трудоспособного возраста, он должен работать, растить детей, да, то есть поправлять демографическую ситуацию, должен платить налоги, он должен совершенствовать свои профессиональные навыки. Потому что если ребенок сядет ухаживать за родителем, он потеряет работу, он потеряет социальные связи и завтра придет за субсидией или за пособием к государству. Поэтому сейчас это понимают наверхах тоже и, в общем-то, всячески способствует развитию, в том числе и пансионату. Хорошо, а у меня к вам вот такой вопрос. Скажите, какой бы вы дали сейчас профессиональный совет? Изначально, если есть необходимость и решение уже принято об устройстве в пансионат «Гармония», родственники должны к вам прийти побеседовать сначала? Или можно прийти с пожилым человеком и просто показать, вот здесь ты будешь жить, вот здесь ты будешь спать, кушать и так далее и тому подобное. Вот какие первые шаги изначально правильные нужно сделать, чтобы пожилому человеку было и комфортно, и удобно, ну и, конечно, как вот вы сказали, испытывал только положительные эмоции? Ну, нужно для начала принять это решение, потому что, безусловно, то есть насильно мы никого держать не будем. То есть и пожилой должен быть готов приехать в пансионат, и самое главное, родственник тоже должен для себя принять эту ситуацию, разобраться с чувством вины наверняка, которая присутствует, принять вот это правильное решение, доверить профессионалам и сделать нам звонок. Сейчас с посещением, я повторюсь, у нас ограничения. Мы всегда придерживались концепции открытых дверей, потому что мы рады, когда к нам приходят гости, но сейчас из-за карантинных мероприятий мы можем только приоткрыть дверь или можно посмотреть, как мы гуляем, например. У нас есть на сайте 3D-тур, можно пройти и посмотреть комнаты изнутри, коридоры, обстановку на самих пожилых людей. То есть это у нас ведут соцсети, там можно посмотреть наши ежедневные отчеты, которые мы, ежедневные отчеты и фотографии мы сбрасываем всем родственникам абсолютно. То есть у нас все прозрачно, открыто и взаимопонятно. Поэтому нужно сделать звонок, мы все расскажем, там минимальный набор документов, принимайте решение и с вещами к нам. Расскажите, пожалуйста, я была у вас в пансионате, это было, наверное, год-полтора назад. Я помню, как у вас все там устроено. Скажите, пожалуйста, а вот насколько у вас все обновляется внутри, делается ремонт, закупается оборудование? И что пожилой человек получает, набор каких услуг, когда он к вам устраивается? Хороший вопрос, вы правы совершенно, ведь пожилые это подчас как дети, да? И поэтому мы довольно часто вынуждены ремонтировать что-то. Во-первых, обновляем интерьер для того, чтобы это было эстетично, чтобы это было красиво, чтобы это было стильно. Поэтому у нас ремонтные работы летом прошли, мы обновляли весь свой внутренний интерьер. Потом мы приобретаем различное оборудование. Не всегда это вот что-то большое и громоздкое, это различные приспособления для вертикализации. Их очень много. Приспособления для лежачих больных. Что-то мы сами изобретаем и шьем. Те приспособления, которые уже исходя из нашего опыта, удобны в работе. Они удобны, необходимы, да? Да, у нас есть подъемники, у нас есть вертикализаторы, есть, естественно, множество ходунков и приспособлений для передвижения. То есть мы в постоянном вот этом процессе... Сами ездите на выставки где-то, смотрите, ищите. Да, конечно. То есть мы даже, знаете, свои хотелки и свои желания, в общем-то, ставим в очередь, потому что мир меняется, технологии совершенствуются, и на самом деле очень много всего на рынке появляется. Да, это не дешево, но это скорее будет доступно пансионату, чем отдельно взятой семье. Поэтому мы в этом процессе постоянно что-то приобретаем, закупаем, да, совершенствуем всю систему, в том числе, там, и систему пожарной безопасности. Мы очень ответственно к этому относимся. Поэтому, то есть такой процесс у нас серьезно идет. Мы не раз с вами в беседах касались такого вопроса, как социальное предпринимательство. Можно ли сказать, что у вас социально ориентированный бизнес? И скажите мне, пожалуйста, я, по-моему, как-то вас спрашивала, вот интересно, изменилось ли у вас отношение и мнение. Ведь для вас лично, Ольга Александровна, это не просто, наверное, бизнес, а что-то другое и что-то, наверное, личное. Ну, начнем с того, что мы, конечно, социальные предприятия. Мы входим в реестр социальных предприятий Самарской области уже второй год. И очень здорово, что сейчас на законодательном уровне закреплено понятие социального предпринимательства. Всего с 2019 года, но теперь дано определение и дано описание видов деятельности, которые относятся к социальному предпринимательству. Да, мы социальные предприниматели, это однозначно. Более того, начинается потихонечку движение в сторону поддержки социальных предприятий, и это невероятно здорово. В частности, с 2021 года мы имеем льготу по упрощенному налогу. Мы его платим в уменьшенном размере. Да, мы очень благодарны правительству Самарской области, Министерству экономического развития. Это существенная и значимая поддержка для всех социальных предприятий. Государство понимает, что социальная сфера настолько большая и трудная, что без бизнеса, без привлечения бизнеса, одному государству с этим не справиться. И особенно с проблемой пожилых, потому что продолжительность жизни растет, количество пожилых людей увеличивается, и увеличивается количество людей, нуждающихся в уходе. Поэтому налаживается вот этот мостик взаимодействия между государством и предпринимателями, и это здорово. Кроме того, появляются различные общественные организации. Вот я возглавляю комиссию по социальному предпринимательству, общественная организация объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса «Опор России». И мы имеем возможность вести прямой диалог с властью, и мы, бываем, услышим, нас слышат, нас поддерживают, нас понимают, и мы имеем возможность изменить всю деловую среду для того, чтобы нам было комфортно работать. Ну что же, вот так быстро пролетело наше с вами интервью. Конечно же, я хочу предоставить вам заключительное слово. Ну, во-первых, что бы хотели пожелать себе и своему предприятию, ну и, конечно, поздравить с Днем пожилого человека, пожалуйста. — Знаете, я прежде всего хочу, чтобы у всех пожилых осень жизни была исключительно золотой. Ведь осень тоже может быть разной, может быть дождливой и грустной, а может быть светлой и яркой. Вот пусть она у всех пожилых будет светлой и яркой. Не забудьте, пожалуйста, поздравить каждого какого-то своего пожилого человека, близкого или случайно попавшегося на глаза. Я всех пожилых поздравляю от всей души. Всем желаю долгих лет жизни, отличного настроения, позитива. Будьте здоровы и живите в гармонии. — Спасибо большое. Ну, а мне остается добавить, Ольга Александровна, что вот чем больше я беседую с вами, тем больше мне приходит осознание того, что вот насколько серьезные вопросы связаны с содержанием пожилых людей в пансионате. Я желаю вам успехов в вашей благородной и, как выясняется, очень нелегкой работе. — Спасибо. — Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всех пожилых с праздников. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!